Учиться искать пропавших детей будут на Камчатке. С 18 апреля на полуострове стартуют вторые в этом году масштабные учения добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Подробнее о предстоящих учениях в эфире «Радио Камчатка» рассказали региональный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Дальневосточном федеральном округе Ольга Щукина и начальник поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Камчатскому краю Сергей Марков. 18 апреля полуостров станет местом сбора 60 поисковиков из шести регионов Дальневосточного федерального округа. Дети пропадают по разным причинам и чаще всего находятся живыми и здоровыми, потому что большая статистика – это все-таки самовольные уходы из дома. По разным причинам детки собираются и уходят из дома, потом они либо сами возвращаются, либо их возвращают добровольцы, сотрудники полиции и так далее. Есть, конечно же, небольшой процент несчастных случаев, ну и, так скажем, криминальные случаи, когда происходит нападение со стороны других людей. Но в основном сами уходят? В основном сами, когда теплеет, когда им хочется погулять. Участников учений ждут двухдневные теоретические занятия, после которых в последний день 21 апреля придется полученные знания применить на практике. Мы вместе обучаемся по первой помощи, по организации штаба, когда полевого штаба, когда идет поиск в природной среде. Получаем знания по взаимодействию, обмениваемся опытом по алгоритмам взаимодействия с разными силовыми структурами, которые участвуют в поиске. Также занимаемся таким обменом опытом по использованию всех сил и средств, которые можем использовать в поиске. А в третий день у нас проходят полевые учения. Это когда по какой-то легенде определенной, которую нам придумывают инструкторы, мы идем в поиск. Вырабатывается общим штабом тактика, стратегия поиска. И все волонтеры начинают выполнять определенные задачи. Для кого-то эти задачи новые, для кого кто-то выполняет привычные задачи. Ну и естественно общая задача и цель это найти условно пропавших людей и оказать им помощь. Учения будут проходить с 18 по 21 апреля при поддержке МЧС России и при участии полицейских и сотрудников Следственного комитета. А кто будет конкретно обучать волонтеров? Что это за специалисты? Вот хотелось бы знать. Это ребята, приехали с Москвы. Это очень большие специалисты, с лидера, с центра спаса ребята, спасатели наши. То есть те профессионалы, которые будут преподавать, как правило, не то что даже преподавать, а вот именно рассказывать какие-то нюансы, более расширенные, это ориентирование в лесу, тактическая медицина. То есть вот, например, та же самая медицина мы знаем, да, но тактическая медицина, она более расширена, именно она подходит под работу при экстремальных условиях. А по большей части, вот именно все такие вот поисково-спасательные работы, мероприятия по поиску, они проходят именно в экстремальных условиях. Это и ночное время, и плохие метеоусловия, и сезонность, дожди, снег или еще что-то. То есть вот эти все вот ребята умеют искать, но когда они получат знания, они будут и сами подготовлены, и они будут лучше знать, и будут лучше искать, проще говоря. Программа подготовки волонтеров Национального центра постоянно совершенствуется с учетом новых методик и практик, разработанных экспертами. Ежегодные учения позволяют совершенствовать навыки и умения поисковиков и делают их работу более эффективной. И такие учения дают результат. У нас были работы, совместные работы, и мы их всегда с удовольствием привлекаем, потому что это как обученные люди, которые, ну, чем больше людей в лесу, тем больше шансов найти. Даже так вот можно сказать. Мы рады, что они будут у нас. Посмотреть полную версию эфира можно в телеграм-каналах Радио Камчатка и Массмедиа.